У нас остались еще 10 вопросов, которые вы хотите задать вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратору или учить для Агриса. Мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первом данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Агриса. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Всех приветствую в этой комнате. Сейчас ты находишься здесь. Зовите меня Алоэ. Вы куратор, уважаемый Алоэ? Да. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили проверку вашего подопечного. Чистку мы проводили чуть раньше. Должен заметить, приятно, удивлен, что он чистый остался. Видимо, человек работает, душа над собой, и это очень приятно. У нас остались 10 вопросов, которые Агрис написал своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Душа работает, работает над собой, душа трудяга. Конечно же, я отвечу на его вопросы. Я представляю, как куратору приятно на его уровне наблюдать за этим развитием. Хорошо. Приятно и радостно. Начинаем с первого вопроса. Откуда моя душа? Ангельская душа. Ангел. И мы приветствуем представителя ангельского мира в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам. Благодарю за встречу. Второй вопрос. Как выглядит энергетическое тело, прошу прощения, как выглядит энергетическое ядро моей души? Свет чистый, искренний, свет ясного белого цвета, невинный и живой. Именно так выглядят ангельские души. Мы сейчас, он сказал ядро, но я понимаю, речь идет о стержне. Или это одно и то же, в принципе? Это одно и то же. Благодарю вас. Можем переходить к следующему вопросу, если вы здесь отвечаете. Оно может быть в любой форме. И самое ядро может вытягиваться и становиться шаром, овалом абсолютно любой формы. Благодарю вас. Я ответил на вопрос. Продолжайте. Безусловно, конечно. Третий вопрос. С какой целью я пришел на Землю и исполняю ли я ее? Ну как же с какой целью? Любой ангел несет доброту, чистоту и свет. А также радость окружающим. Душа, она выплескивает то, что в ней есть. Как же ангельская душа может не справляться с этим? Ты же не можешь идти против себя. Поэтому душа несет свой свет. Не зависит от души. Объясню. Светлая душа не может быть темным. Даже в грусти она светлая. Темная душа, как бы ни старалась, все равно будет выплескивать грязь. Поэтому справляюсь ли я с этой задачей? Конечно, да. Где-то меньше, где-то больше, но процесс идет. Вы закончили? Да. Благодарю вас. Следующий вопрос. Четвертый. Какой самый ограничивающий, повторяющийся паттерн в моей жизни? Страх. Страх. Проявление эмоций. Эмоции нужно дарить, обнимать, передавать свое тепло и свет. А у тебя есть барьер, который ограничивает выплеск ангельской энергии и доброты. Ты блокируешь свои энергии сам, стесняясь показывать свои чувства до конца. Хранишь их внутри, а нужно отдавать чувства, показывать, говорить. От этого будет всем только приятней. И атмосфера будет добрая, теплая. Я закончил. Пятый вопрос. Мои скрытые таланты, которыми мне нужно еще научиться, чтобы набраться опыта. Твои скрытые таланты – это твои скрытые энергии, которые ты хранишь в себе. Ты можешь спокойно управлять и работать с ними, расширяя их, ставя защиту себе, а также успокаивая и даже леча своими энергиями. Внутреннее развитие и понимание своих энергий. Это будет мой ответ. Я благодарю вас. Шестой вопрос. Кем я был в прошлой жизни на Земле и когда это было? Я смотрю одну из прошлых жизней. Это римские легионы. Я был один из солдат. Как прошла его жизнь, если в двух словах можно коротко еще описать, какой он опыт получил? Переходы, длинные перемещения, жизнь среди других солдатов. Были и нападения, но в основном это были контроль территорий. Служил долго, а потом познакомился с девушкой во время переходов в одной из деревни. Отстал от римского легиона. Остался жить в этой деревне. Нашел свой покой? Нашел свой покой в семье и детях. Замечательная концовка этой истории. Благодарю вас, уважаемая Алоэ. Вы что-то еще хотели добавить или можем идти дальше? Можем продолжать. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Каковы мои особые способности к целительству и ясновидению? Я уже сказала об этом выше. Твои внутренние энергии, которые ты можешь представлять. Целительские способности исходят от твоих внутренних энергий. Ты можешь проявлять их через руки. Но это не важно. Если ты правильно распределяешь энергии, они выходят полностью из твоего тела, как лучи, распространяясь настолько, насколько ты можешь распространить и представить свои энергии. Это может быть миллиметры, а могут быть метры расширения. Все зависит от твоего внутренней визуализации и способности распространению и расширению энергии, чувства энергии и развития внутреннего зрения. Ясновидение начинается с тебя, с маленькой визуализации, представления энергии, распространения этих энергий. И наращивается извне наружу, интуитивно получая информацию. Внутри работает визуализация, извне интуиция. Я закончу. Благодарю вас за этот развернутый ответ, уважаемая Алоэ. Идем дальше. Восьмой вопрос. Как? Это вопрос к вам. Как нам лучше и понятнее общаться и как не спутать вас с каким-то низким астралом? Как я уже сказал, извне это интуиция. Короткий вопрос, короткий быстрый ответ. Ответ приходит до того, как начинается анализ. Так телепатически происходит осознанное общение с кураторами или друзьями, как у ангелов. У ангелов друзья, у других кураторы. Абсолютно верно. Благодарю вас, уважаемая Алоэ. Вы закончили? Да. Девятый вопрос. Что означает вибрации тела и покалывание во время некоторых медитаций? Покалывание это и есть вибрации. Если ты углубишься в точке покалывания, ты сможешь внутренним зрением увидеть эти вибрации. Они имеют свои волны и рисунок. У всех он разный. Ты можешь видеть, опять же говорю, внутренним зрением. Начинай с него. Выходи наружу. Выпуская свои вибрации, как я говорил, выше, на несколько метров от тебя. Это как волны, которые расходятся из каждого энергетического центра, соединяясь в общий поток. Распределяй их правильно и гармонизируй. Тогда вибрации будут гармоничны по всем твоим тонким телам, а также физическому телу. Я закончу. Про гармонизацию и синхронизацию мы ему сегодня еще раз показали в сеансе, когда заправляли его родными энергиями. После того, как мы заправили, мы дали команду на синхронизацию и гармонизацию наилучшим образом. Это наверняка будет ему полезно. Благодарю вас, уважаемая Алоэ. И десятый, последний вопрос. Почему у меня звон в ушах и чувство усталости, даже после чистки соединений, перед этим, есть что-то, о чем я не задумался? Это будет отличной домашней работой. Попробуй выдавить звон в ушах. Выдавить как негатив. Это первое. Второе. Звон может быть несгармонизированный, вибрации, находящиеся только в одном месте и не распространяющиеся по правильным энергетическим центрам. Поэтому важна гармонизация и баланс. Если ты чувствуешь, что что-то не распространяется, не гармонизируется, а находится в одной точке твоего организма, старайся выдавливать это в жар и забрасывать со своих тел, тонких и физическим. Заполняй энергией эти места. Ангельская энергия, ангельским светом. Это самая безопасная и подходящая для тебя родная энергия. Я закончил. Уважаемый Алоэ, вопросов больше нет. Если вы хотите сейчас активировать его ангельский стержень или от себя еще что-то добавить, это был бы самый лучший момент. Стержень активирован. Он активировался в тот момент, когда я рассказывал, какие энергии и как выглядит ядро. Благодарю вас. Тогда остался маленький нюанс. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Алоэ. Будет ли он так любезен принять этот скромный подарок? В знак благодарности за его помощь, за ответы своему подопечному и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Очень приятный подарок. Очень теплый и радостный. Благодарю вас за это. Благодарим и вы вас. Замечательное проявление теплоты. Передавайте, пожалуйста, в ангельском мире привет от нас. Мы будем рады всем кураторам, всем учителям, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы открыть, убрать то, что мешает им развиваться, открыть эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Замечательное приглашение и предложение. Благодарю за это. Благодарю и я вас. Я говорю, до скорых встреч. Мы не прощаемся. Возможно, когда-нибудь еще и встретимся. И желаем вам всего наилучшего на этом месте. Остаемся на связи и продолжаем работать. Приятного вам бытия. Благодарим вас, уважаемый Алоэ. Вам всего наилучшего. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Агрис, мы закончили разговор, встречу с вашим куратором. Вы получили все свои ответы. Интересные ответы. Буду заниматься. Хорошо. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Агриса в его систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. И мы еще информация идет, крылья, крылья. Не забывай, что у тебя есть крылья. Готово. Отключаемся от объекта.